Поскольку мы вчера все немножко обгорели, у меня спина у Ирки другое место, сегодня у нас внезапно случился день культурного отдыха, мы решили прокатиться по побережью. Первое место, куда мы заехали, ну, конечно, мы проехали через Варну, а первая точка у нас Калиакра, мыс Калиакры, место, которое известно больше победой морской над турками, но здесь встречаются также и памятники победы над фашизмом. После этого мы планируем заехать в монастырь Алладжи, это горный монастырь, вырубленный в скале, а потом, если успеем, крепость Ович, которая находится тоже на достаточно большой скале между Варной и Шуминым. По идее, мы должны успеть все это за световой день, ну и, конечно, победы не забыть, наверное, победы им в Варне. Пятность на сегодня это мыс Калиакра и, собственно, остатки крепости, которые находятся на этом мысу. Вот мы дошли до главных ворот, по дороге мы уже прошли несколько монументов, несколько обрывов и зданий. Ну, там от зданий ничего не осталось, одни фундаменты. А здесь все-таки похоже на настоящую постройку. И посмотрим туда вниз, там, кстати, наверное, обрыв, да? Мы имеем только контуры, контуры зданий. Ну, если это возле шутки, то есть. А там, минимум, была вода. Сейчас нету. Израя, так. Итак, второе на нашем пути, вторая достопримечательность, это скальный монастырь Аладжа. Вот там вот он, вырублен в скале. Сейчас мы пойдем туда наверх. Не знаю, на сколько мы сможем дырко залезть, но немножко посмотрим, так как уплочено. На первый ярус монастыря вот это у них была кухня. Там лестница, что ли, такая вот кухонка. Можно вообще везде попасть в обуви. Да? Да. Так. О, Боже. А вот Андрюшка здесь. Тайный ход. Ну, сейчас пролезу. Пролезь. Подождите. Что вы там нашли? Это крипто. Вот, смотри, вот, видишь, ты смотри, даже как будто бы эти. Смотри, смотри, вот, это кладбище. Кладбище рядом с этой, с кухней. Это фьюнирал чардж. Бакет. Подождите меня. Расскажи нам, где мы были. Да, сейчас я подойду поближе. Меня подойдет. Мы посетили только что скальный монастырь Аладжа. Побывали на верхнем уровне. Побывали на самом верхнем уровне, но их, в общем-то, здесь всего три можно насчитать. Или даже два. Может быть, есть еще какие-то, куда нас не пускают? Да, может быть, есть еще какие-то. Тут отсюда, кстати, видно море. Здесь очень красиво, и, в принципе, монахом открывался сверху замечательный вид. Да, наверное, деревья были пониже в то время. Да, наверное. Там, наверное, альпинисты пытались залезть куда-нибудь. О, ужасно, да, кто-то полезет, что-то вообще. Это на самый верх в монастыря и думали, что это все. На самом деле, мы чуть, видимо, не пропустили самое интересное. Это катакомбы. Сейчас вот идем по дикому лесу. Ищем вход. Мы сейчас... Аладжа, напиши, Андрюш. По-русски? Да, по-русски. Или по-русски. Аладжа? Да. Правда, он не очень дикий, потому что все деревья подписаны. Хотя тут вот заросли. Написано, что нельзя ходить здесь после дождя. Да, видимо, может смыть. Такие камушки торчат, скользкие. Пойдем, пролазим. Нет, ты лезь первая, я буду с тобой, свети мне. А как я буду сам себе светить и держать? Давай. Так, катакомбы. Ну-ка, светите. Это же могильник? А-а-а. Никого нет. Нет, конечно. Всех выкопали. Так, может, пара косточек найдется? Ну, это интересно, сколько здесь все это снимется. Тут явно уже лазил даже кто-то. Точно, точно. Страх-то какой. Собственно, катакомбы, это могильник, да, получается? Ну, вообще, обычно, да. Подземные какие-то гробницы. Прикольно. Там сейчас наверх можно попытаться пройти. Где там? Крепость Овеч, которая находится на самой вершине горы. До нее надо идти по экотропе. Собственно, официальный вход. Очень удобное место. Есть парковка и есть ресторан. Так что после этого мы сможем перекусить. Малыш сегодня уже устал. Да, уже основательно устал бы сегодня. У нас не тратистские гробницы. Но мы идем вверх. А, начинаем наше восхождение. Ступенечки. Мне кажется, детям-то живым больным на дереве лучше нельзя подниматься. Забрались на вершину. Это вершина плоскогорья какого-то, да? То есть это остатки, древние крепости Овеч. Тут можно увидеть высоты. Город. Как город называется? Город Провадия, да. Достаточно большой. Когда по нему едешь, он не кажется таким большим. Тут есть все, и церковь, и вон мечеть видно. И куча всего. Достаточно большая высота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш марафон по памятнику подошел к концу. Закончил словом, как обычно. Да, мы решили перекусить прямо здесь, у подножия горы, потому что до дома ехать где-то, ну, часа два. То есть мы приедем часов в девять, пока мы там припаркуемся. Мы уже, конечно, никуда не дойдем, нам будет лень. Поэтому мы решили поесть здесь, и сытыми уже не спеша двигаться к дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова